В Заволжье с 2019 года медицинская помощь для детей стала современнее и доступнее. Мальчишки и девчонки, а также их родители с удовольствием приходят в детский многопрофильный стационар городской клинической больницы номер один к докторам на лечение. То есть лечение очень хорошее, после него никаких осложнений, ничего не было, то есть ребенку все помогло, даже пошли на поправку уже. Такая атмосфера, она благоприятно влияет на детей, способствует быстрому выздоровлению. Ремонтные работы двух отделений продолжались около года. На эти цели было потрачено 22 миллиона рублей. В хирургии сделан ремонт в соответствии со стандартами федерального проекта «Бережливая поликлиника». Также закуплен комплекс нового современного оборудования, которое позволяет качественно обследовать более 2000 маленьких пациентов в год. В том отделении, где мы находились раньше, там уже, особенно детям, невозможно было находиться. Детям нужны эмоции, поэтому там практически, конечно, в отделение пришло такое состояние, поэтому сегодня вот такой торжественный момент. Вы сами видите, какое отделение, какой ремонт сделали. Практически все поменяли, и мебель, и все. И практически оборудование новое купили, все, что необходимо для работы. Новое отделение медицинской реабилитации соответствует всем стандартам. Приобретенная техника позволяет реализовать мультидисциплинарный подход к реабилитации, существенно расширить спектр проводимых процедур и сократить сроки восстановления пациентов. Наше учреждение на сегодняшний день принимает участие в четырех федеральных проектах из семи, которые реализуются на региональном уровне. Это проект развития детского здравоохранения, развития первичной медико-санитарной помощи, обеспечения медицинских учреждений квалифицированными кадрами и создания единого цифрового контура. В день торжественного открытия случилось еще одно важное событие. Детскому хирургическому отделению городской клинической больницы номер один было присвоено имя выдающегося человека Владимира Борисовича Козлова. Заслуженный врач Российской Федерации, детский хирург высшей квалификационной категории, не только первым стоял у истоков детской хирургии в Ульяновской области, но и внес неоценимый вклад в историю и развитие специализированной хирургической помощи детям региона. Как отметила вдова известнейшего врача, он всегда говорил своим коллегам. У врача руки не должны опережать голову, а тысячи спасенных жизней это лучшая награда. Вы знаете, Владимир Борисович был болен хирургией. Он все время говорил, я ничего не умею делать, я умею только оперировать. И мои коллеги знают, после операции для него самым трудным было писать историю болезни, описывать все. Он говорит, я лучше бы еще сделал несколько операций, чем написать несколько историй болезни. Он действительно практически не отдыхал. Сегодня обновленная городская клиническая больница номер один значительно повышает качество профильной медпомощи для маленьких пациентов, что важно для реализации национального проекта здравоохранения. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. Руслан Баталов. Новости Улправда. 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 Новости Улп